Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, я Несимов Дмитрий. Смотрите, впереди Коля Гусалов, а значит будет интересно, а сзади целый поезд ураловедов, 31 штука, включая нас. Мы сегодня на Чусовой по интересным камням будем гулять, посмотрим некогда границу Московии и Сибирского ханства. Давайте смотреть! Субтитры сделал DimaTorzok Камень-гребешок. Ну, понятно, что зооморфную форму видят в виде гребня петуха. Как это могло получиться? Может быть на самом деле два механизма образования. Либо это горизонтальный пласт. Мы к нему близко-то не попадем, да? Нет, ну там, наверное, вон там чего я ходил, можно. А мы в ту сторону пойдем? А, ну да, все верно. Поближе посмотрим. Либо это горизонтальный пласт более твердый, который в какие-то геологические процессы повернулся на 90 градусов, ну а остальное вокруг разрушилось. Подошли поближе, а вторая версия, это то, что это какая-то трещина, где образовался кварц под действием температуры или давления. Ну, примерно так это и выглядит. Видео, какая толпа. 31 человек. Большие, глупые, сильные валятся первыми. Я ушел. Что, по колено? Да, выше. Выше колено? Да, выше. Зима так себе на Урале в этом году. Да и сейчас, наверное, там немногим меньше нуля. Ну, вместо льда каша под ногами на реке. Ну, а мы пытаемся по всему этому добраться до гребешка. Вот, представляете себе? Наверное, даже не 50, а все 40 сантиметров толщиной. Ну, мы пойдем дальше. Здесь шоу остаться в живых, а это шоу остаться в сухих с таким льдом. Буквально метрах в трехстах от гребешка камень сибирский. Попробуем его отыскать и разобраться, почему он так называется. Ты хочешь что-то сказать общественности? Ну, конечно, мы находимся на Камчатке. И вдруг камень под названием Сибирский. Продолжаем движение вдоль Чусовой. Здесь камень сибирский сейчас встретим. Он назван в честь реки Сибирки. Считалось раньше, что по этой реке проходит граница тогдашней Московии и Сибирского ханства. То есть мы же от Екатеринбурга перевалили за теоретическую границу Европы-Азии. Врет он все заливает. Бровь. Вот. И когда-то здесь была граница. Ходят слухи, что когда-то здесь даже стоял каменный столб, указатель, памятник. Считайте как хотите. Вот. Такая вот история. Интересно, насколько она правдива. Ну а далеко не все краеведы так считают, надо сказать. Многие думают, что это просто благодаря тому, что здесь было урочище сибирское, на котором раньше стоял один двор. Непонятно, почему сибирское тогда все равно. Смотри. Плита для курицы. Камень-курочка. Кому там местами в амфитеатре? Кому в амфитеатре? О, тут люди ходили, точно. Камень-курочка. Ну и принято считать, на мой взгляд, не совсем правдоподобная версия, что этот поворот на часовой был достаточно сложен для прохождения. И, во-первых, поэтому его расчищали, а во-вторых, даже при неком мастерстве управляющего баркой, на этом повороте абсолютно все барки тихонечко стукались об этот камень. И она как бы клевала камни, о, клевала барки, поэтому и назвали курочкой. Но, если посмотреть вот оттуда, на нее, тогда некоторые... Нет? Чего ты мне портишься все, а? Если вот смотреть с той стороны на нее, то можно увидеть некую схожесть с птицей. Ну, человеческий разум так устроен, что везде дорисовывают, что не попадя. А вот в этой части, насколько я понимаю, здесь раньше был мыс, который во времена железных караванов срезали. Камень заплотный. Так, ну тоже надо брать мысу. Не, ну и у вас сверху-то что смотреть? На что там смотреть? Или полезем наверх? Коля. Так. Тут что-то очень даже сыро уже. Камень заплотный. Я могу ошибаться, но насколько я могу судить, это нечто сродни забору или запруде. И вот, наверное, от слова плотина заплотный. А то, что он такой ровный, как забор или плотина. Где-то на нижней его части есть характерные продольные линии, которые по одной версии указывают на уровень воды, а по другой версии чуть ли не то, что это линии, оставленные барками, которые терлись об этот камень, примерно на одном и том же уровне. Ну, это, конечно, скорее всего, бредовая версии. И это просто какие-то кальциты на уровне воды во время паводка. Вот они, отчаянные ребята. По берегу-то страшно ходить, а тут бегом. Красота-то какая. Да, красиво. Калькинг-дол. 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 Встретили непреодолимое препятствие. Лед совсем тонкий. Пройти на другой берег нет никакой возможности. Идти по льду вдоль берега, который вдоль камня, слишком опасно. 31 человек, а лед совсем тонкий. Поэтому пришлось сделать огромный-огромный круг. Вон там впереди руководитель похода. А я сзади далековато уже на рот растянулись. В общем, пришлось сделать такой большой-большой крюк. Часто у нас люди вообще растянутся, наверное, на очень большое расстояние. Вот. Ну и нас интересует последний камень на сегодня. Сейчас найдем его и расскажем. Идет горячее обсуждение, как возвращаться. Калькинг-дол. Но мы до Сафронинского камня дошли. Вот он. И все, что от меня по левую руку или по течению Чусовой в центральную часть России, все это дальше национальный парк или природный парк. Поправьте меня в комментариях обязательно. Река Чусовая. Больше, в принципе, этот камень ничем не примечателен. Снова река Сибирка. И то место, где раньше была граница между Сибирским ханством и Московией. Ну, якобы. Доподлинно это неизвестно. Вот такой у нас получился походик. На этом, наверное, все. С вами был я, Нисимов Дмитриев, Клуб интеллектуального туризма. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Подпишитесь на канал в нашей группе в социальных сетях. Мы есть почти везде. Предлагаете места для посещения. Съездим и обсудим. Обязательно, если у вас есть такое желание, помогайте нам на Яндекс.Деньгах и Патреоне. Пока.